Всем привет! Меня зовут Джесси Кейна. Вы слушаете подкаст Русской службы Би-Би-Си «Что это было», в котором мы продолжаем рассказывать о российском вторжении в Украину. После того, как на прошлой неделе Россия вышла из зерновой сделки, город Одесса и Черноморские порты Украины подвергаются ежедневным российским атакам ракетами и дронами. Россия уничтожает зерно-хранительное и фактически объявила морскую блокаду в Украине. А еще в результате российских обстрелов в Одессе разрушен самый большой православный храм города Спасо-Преображенский собор. В этом выпуске подкаста мы поговорим с жительницей Одессы и писательницей Марией Галиной о том, как прошлая неделя изменила жизнь в городе. Но сначала побеседуем с Шотой Хаджишвили, одесским бизнесменом, который занимается перевозкой зерна в украинских портах в Черном море, в том числе и в Одессе. Привет, Шота! Спасибо, что вы с нами в подкасте сегодня. Доброго дня! Сегодня первая ночь за неделю, когда в Одессе было относительно спокойно. Правда? Слишна ли было вам, как обстреливали город каждую ночь до этого? Да, мне не так сильно, как моим детям и внукам, потому что они живут недалеко от порта и от центра. Какова же ваша реакция на происходящее? Вы ходите в бомбубежище, когда звучат тревоги. Где ваша семья? Вы не собираетесь уехать? Семья здесь. Они спускаются по ночам в паркинг, несут на руках внучек, потом с отбоем поднимаются, потом бегут второй раз. Такой беготне потеряли собаку, но, слава богу, утром нашли. Они ходят в бомбубежище. Я – нет. А что случилось с собакой? Ну, лифт, знаете, когда открывается дверь, закрывается, ты держишь ребенка, не видишь, что внизу. Она выбежала где-то на каком-то этаже, убежала. Но утром она нашлась, все было хорошо. Вы говорите, что были слышны детей и ротники, вот эти ракеты. Они вам рассказали, как это было? Им было страшно? Ну, это попало в полукилометре в здание бизнес-центра и банка. Оно полностью разрушено. Здание находилось прямо над портом. Церковь – это, наверное, я не знаю. На мой взгляд, это совершенная случайность. Страшно, что разрушены старые здания дома ученых. Затронула музеи Одессы. Это все исторический центр. Дома. И погибло несколько человек. И много раненых, на жаль. Самое страшное – это именно жертвы. Но вы так и не собираетесь уехать? Ну, пока нет. Если работа появится, то останусь. Если не появится, то уеду, наверное. А то от безделя можно же с ума сойти. Надо что-то делать, чем-то заниматься. Тем более, что у нас достаточно много людей. Надо решать в ближайшее время, как быть, чем заниматься. Работать на Дунай, наверное, или как-то так. Не знаю. Пока не знаю. А дети рассказали, как было вам бомбоубежище. Это у них в своем здании, где они живут? Или им надо было куда-то ехать? Ну, нет. Они живут, да, в большом доме. У них паркинг. И они все спускаются в паркинг. Детей ложат машины спать. А сами сидят и ждут, когда будет отбой. Это паркинг. Обыкновенный паркинг. Никто не готовился к войне. У нас нет достаточных количеств бомбоубежищ. Даже при школах или больницах. Ну, кто думал, что в 21 веке может быть война? Ищу в центре Европы. И вы не ходите в бомбоубежище, потому... Нет. Близко от меня бомбоубежища нет. Я живу в селе за городом. И смысла в этом не вижу. А как российские атаки на порты сказываются на вашем бизнесе? Вы потеряли продукты или помещение? Ваш бизнес перенес ущерб? Мы не так сильно потеряли, как наши соседи и коллеги. На жаль, прилетело в нескольких сот метрах. У нас только выбитые стекла. А там достаточно серьезные потери. Как оценивают специалисты, от 40 до 60% мощности уничтожены. Ну, это не самое важное. Самое важное, чтобы люди не страдали и не погибали. А все это после войны мы отстроим. Бизнес просто стоит, да. На самом деле, хотя в последнюю неделю прилетели довольно много ракет, число раненых и погибших достаточно низкое по сравнению с другими атаками. Не так ли? Да. Но дело в том, что они же попадают в портовую инфраструктуру. Там оно сконцентрировано не так, как в городе. Если попал в жилой дом, ты убиваешь 40, 50, 100 человек своей идиотской ракетой. А в порту это все рассредоточено. Очень много металлических конструкций, которые позволяют укрыться или еще что-то. Как-то так получается, что да, количество жертв относительно небольшое, но одна капля крови – это тоже одна капля крови. Это потом отражается на психологии, особенно детей, которые переносят такую фигню, это на всю жизнь. А вы думаете, что ракеты, которые попали на исторический част города, это было потому, что были направлены на порты и находятся близко? Именно так и думаю. Даже не думаю, я в этом уверен. Потому что стреляли по портам, а прилетало в ближайший исторический центр. Это старая Одесса, где одни музеи, одни старые дома, памятники архитектуры. Вот прилетело именно в них. Там новых домов очень мало. Там все дома 200 лет и больше. У вас было время выйти, посмотреть на город после ночных ударов последних дней? Вы видели, как выглядит порт после пожаров или разрушенное здание? Порт я видел, а в город у меня не хватает, наверное, не знаю чего, но я не хочу это видеть, пока это не будет убрано. Я не поеду на это смотреть специально. А в порту я работаю, я вынужден это видеть, естественно. И что вы видели? И когда? Ну, я видел уничтоженный терминал дня 4 назад, в котором было 60 тысяч тонн кукурузы, которая рассыпалась, горела, текло масло с бочки. Все опалено, тушили все пожарные машины, пожарный тепловоз и пожарные буксиры с воды, с моря. Ну, потушили. Теперь оценивается ущерб и когда можно восстановить это все. Может ли украинский экспорт зерна и других продовольственных продуктов продолжаться при таких условиях? Нет. А если нет, что будет с вашим бизнесом и вообще с бизнесом Одессы? Город же в основном портовой и Россия объявила его блокаду. Ну, смотрите, зерновая угода или коридор действовал нормально еще более-менее до ноября месяца. После ноября месяца были сделаны все для того, чтобы эта зерновая угода не работала. С ноября месяца стали пропускать всего лишь три судна. И то, если погода позволяла, и то иногда и этого не происходило. И то только на вход могли пускать, на выход нет и наоборот. А с февраля месяца вообще два судна. И это практически не работало. То есть вначале, если было 4,5 миллиона почти перевалки, то мы спустились до 1 миллиона в месяц. Ну, 1 миллион – это вообще ни о чем. Мы понимали, что в любом случае они выходят из зерновой угоды. Но были, видимо, определенные договоренности с Эрдоганом. И поэтому она продолжалась стяплая. А сейчас мы четко, ясно понимаем, что нам нужно ПВО. Нас не хватает ПВО. Мы можем сбивать дроны, мы можем сбивать какие-то определенные ракеты. Но у них есть ракеты, которые наши системы ПВО достать не могут. Я говорил с военными, и нам говорят, что в лучшем случае ПВО мы получим к концу года. Это очень долго. К этому времени у нас уже не останется портов, потому что россиянам нет смысла стрелять по судам. Зачем тратить ракету за миллион на судно и потом иметь головную боль со страной флага, если можно эту ракету стрельнуть в порт, и все, некуда идти, пароходу грузить зерно. С другой стороны, цены на продовольственную и враженную группу выросли в мире на 30-40%. Где это все будет брать? У России. Они так считают, что они смогут продавать и покрывать этот дефицит. И с самого начала Путин говорил, что они готовы покрыть тот дефицит, который образовался из-за Украины. Это просто торговля на человеческих жизнях. Так что вы говорите, в прошлом году в условиях сорновой сделки порты Одессы не могли работать нормально, функционировать нормально. До ноября было более-менее нормально. Вот после ноября месяца русские изменили условия и стали пропускать условно не 10 судов в день, а 3 всего лишь. Так что люди в основном оставались или вернулись после первоначальной эвакуации? Или они приехали и остались без работы? Нет, очень многие вернулись, которые работают. Но очень многие еще остались. И я так понимаю, что процентов 25-30 уже никогда не вернутся, потому что украинцы это очень трудолюбивый, очень образованный народ. И он не будет сидеть на шее у кого-то долгое время. Он всегда найдет возможность работать и приносить пользу. Я знаю, что швейцарцы это оценили и очень плотно занялись тем, чтобы большинство тех украинцев, которые приехали в Швейцарию, остались. Люди образованные, грамотные, с руками, работящие. Это только плюс для любой экономики, для любой страны. И это очень будет обидно после войны, если они там останутся, а не вернутся в Украину. А сейчас каково настроение у людей? У нас настроение одно. С началом войны мы были подавлены, а потом мы объединились. И консолидированная Украина пытается сломать шею оккупантам и негодяям, которые пришли убивать наших детей, захватывать наши земли. Нет у нас сейчас никакой апатии. Мы понимаем, что это война. Одесса — город русскоязычный. До войны много россиян приезжали на отдых. Как в Одессе за прошедшие полтора года, особенно за последнюю неделю, к России отношение поменялось? Отношение поменялось, конечно, резко. С началом войны очень многие в моем кругу перешли с русского на украинский. В первую очередь общение. Язык общения поменялся. А в остальном, ну, полукраины русскоязычная. Это не значит, что они были русские. Они были украинцами. Просто культивировалось. Вот я вам маленький пример приведу. Я учился в Грузии в школе. Из 28 школ в моем городе только три были грузинские, одна армянская, остальные все были русские. Я этнический грузин, плохо говорю по-грузински, и почти не пишу и не читаю, потому что ближайшая школа ко мне была русской. И я ходил в русскую школу. Та же самая история и в Украине. То есть в Одессе украинские школы найти было, ну, очень сложно в Одессе, имеется в виду. Здесь большинство школ преподавало на русском языке. И это никогда никому не мешало, пока Россия не стала использовать это как оружие. Язык. Язык пропаганды. Вы тогда сейчас в основном не занимаетесь своим бизнесом? Вы занимаетесь волонтерством или... Ну, бизнесом занимался, пока был коридор, и волонтерством занимался большую часть времени, естественно. Сейчас, да, тоже есть немножко возможностей. И мы покупаем с партнерами автомобили у вас в стране, переоборудуем их, отдаем армии. На них ставят пулеметы и сбивают иранские дроны-шахиды. Покупаем тепловизоры, покупаем дальномеры, покупаем ночного видения приборы, лазерные указки, чтобы находить дроны ночью в небе и сбивать их. Наши парни это с успехом делают. Но когда идёт массово, волна за волной, несколько накатов, смешанные дроны-ракеты, дроны-ракеты, то вот мы видим то, что у нас происходит. Вы сказали, что до нашей беседы у вас были гости из Франции. Это значит, что люди приезжают... Это были ваши коллеги. Это журналисты? Да. В городе сейчас много журналистов приехали? Очень много, да, очень много. Есть такое впечатление, что на Западе люди устали от войны и перестали так хорошо поддерживать, пожертвовать. У вас есть проблемы в том, чтобы достаточно помогают из-за границы? Нет, смотрите, у меня нет такого впечатления, что Запад нам перестал помогать. Да, отдельные люди могут менять свои мнения или свои какие-то предпочтения, но это всего лишь отдельные люди. Я не устану повторять, что сегодня Украина и украинцы защищают, в том числе и тех же французов, которые только что у нас были, и тех же Румынию и так далее и тому подобное. Поэтому мы получаем, наверное, часть того, что нам необходимо, но нам этого не хватает для того, чтобы защититься, нам нужно больше ПВО, нам нужны самолёты. И вот мы это просим для того, чтобы защитить себя и наших ближайших соседей. Потому что произойдёт то же самое. Вот смотрите, в 2014 году они захватили Крым, потом захватили Донецк и Луганск. И эти люди сейчас воюют против своей страны. Они их всех рекрутировали в армии. И они увеличили свою силу боевую какую-то. И мы воюем против наших же людей. Захватив они Украину, то через год все украинцы будут в их армии вынуждены воевать против своих соседей. Это система такая. Это иго. Так что довольно сложно одновременно и заниматься защитой страны своей и бизнесом. Ну, бизнеса сейчас нет уже. Считайте, что мы последние... Мы с мая месяца и не работали, потому что пароходы не приходили. Ну, что будет с урожаем? Урожай будем собирать. И вывозить всеми доступными средствами. Потому что это то, что помогает Украине защищаться. Это те финансы, которые идут. Налоги, налоги идут на оплаты всего, что необходимо стране в виде и оружия в том числе. И у нас говорят, что будут страдать от этого блокаду, будут страдать самые бедные люди в мире. Да. Но цена уже поднялась на 30-40%. Не сможет себе какое-то условное Сомали или Чат купить это все в том объеме, который ей необходим. То, что Одесса стала целью сейчас или центром внимания в войне сейчас, это вызывает реакцию у многих людей, наверное, потому что Одесса – это все-таки очень известный город в мире. Я бы сказал, что 40-50% культуры российской – это одесситы. А теперь нет. Они просто уничтожают свою культуру. Все писатели XX века известные были одесситами. Или жили в Одессе большое количество времени. Поэтому сами себе стреляют в пятку. Спасибо, Шота. Спасибо, что вы с нами говорили сегодня. И, пожалуйста, берегите себя и свою семью. Спасибо вам. Спасибо. Мы беседовали с одесским бизнесменом Шотой Хаджишвили, а сейчас поговорим с писательницей Марией Галиной. Мария – автор книг, в основном прозы, фантастики и поэзии. Она биолог и эколог по образованию и жила в основном в Москве с 1987 года. Но в начале 2022 года, накануне войны, она переехала с мужем, тоже поэт Аркадий Штипель, жить в Одессу. Привет, Мария. Спасибо, что вы с нами. Добрый день, Джесси. Мария, как вы проводили последнюю неделю, когда город и порт стали обстреливать каждую ночь? Удалось ли спать? Ходили в бомбоубежище? Джесси, у нас очень слышно, когда обстреливают. Мы живем на Большом фонтане. Это один из лучших дачных районов Одессы. Но здесь рядом море, а над морем всегда звуки слышны гораздо сильнее, чем везде. И все обстрелы мы очень хорошо слышим. В бомбоубежище мы не ходим, потому что у меня муж ходит не очень хорошо, он уже не молодой. И мы просто ночью лежим и слушаем взрывы. А днем все как обычно. Я хожу вязать маскировочные сетки практически каждый день для фронта. У нас очень хорошая и крепкая компания сложилась. Уже мы почти родственники. Все друг к другу мы уже год там. Я работаю, я продолжаю писать. И мне кажется, что обстрелы не должны влиять на нормальную жизнь горожан. Это до какой-то степени форма сопротивления. Обстрелы в эти ночи были... Это не первый раз обстреливают город, но были намного сильнее, наверное, чем раньше. Мы уже по звуку можем отличить, в общем, каким оружием нас обстреливают. Мы можем отличить, когда прилетают беспилотники и как их расстреливают в воздухе. Мы можем отличить, когда летит крылатая ракета. Мы можем отличить, когда работает наша украинская ПВО. Мы уже очень хорошо различаем все эти звуки. Нас обстреливают регулярно. Нас обстреливают с самого начала вторжения. Первое, что мы услышали в феврале, когда начали бомбить Украину, мы услышали звуки работы ПВО и звуки бомбежки. Это было в 4 часа утра в Одессе. Одесса испытала на себе удар русского оружия. С тех пор мы постоянно подвергаемся обстрелам, но таких сильных, как за последнее время, конечно, не было. И таких чудовищных разрушений, как в последний обстрел, нанесли городу, тоже нет. Дело в том, что обстрелы идут ночью, а когда у нас комендантский час, никто на улицы не выходит. И, естественно, что если есть поблизости бомбоубежища, то люди перемещаются в эти бомбоубежища. Если поблизости этих бомбоубежищ нет, люди стараются спрятаться в безопасных местах, а это ванные комнаты или даже непосредственно в саму ванну. Потому что люди ложатся в ванну, это более-менее защищает или может защитить от падения осколок. А то, что обстрелы происходят ночью, это значит, что число жертв не настолько высокое, как могло бы быть? Мне трудно сказать, потому что, естественно, если обстреливают предприятия, я полагаю, что все-таки основные удары пытаются направить на какую-то инфраструктуру, то, естественно, что ночью жертв меньше. Но поскольку люди спят в своих домах, и в эти дома настоящих людей им на голову сыплются ракеты или обломки ракет, то это очень опасно для мирного населения. Ночью ты никуда не можешь убежать. Ночью ты просто находишься в своем доме или бежишь в ближайшее бомбоубежище. Но есть шанс, что в ближайшее бомбоубежище ты просто не успеваешь добежать, как это было в Киеве. Вы сказали, что вы каждый день ходите в какое-то помещение, и вы плетете сетки. Да, мы работаем для фронта. Мы по заказу армии плетем маскировочные сети. Эти маскировочные сети служат для самых разных целей. И мы делаем это уже год, даже больше года. Мы за свою работу уже сплели больше 500 маскировочных сетей. Это очень много, они разного размера. И туда ходят самые разные люди. все, кто может на это уделить какое-то время. И это форма тоже сопротивления и помощи фронту. Мы очень рады и горды, что мы можем что-то сделать для того, чтобы помочь нашим ребятам на фронте. Потому что понятно, что как-то облегчить их жизнь. Мы стараемся как можно. Мы собираем продукты, мы собираем всякую помощь гуманитарную для них. То есть еще этим занимаемся. То есть мы очень стараемся как можем им помогать. И когда вы начали заниматься этим? Где-то в прошлом, прошлой весной, когда я поняла, что надо что-то делать и надо как-то помогать, я спросила нашу приятельницу хорошую, одесскую, куда она ходит и чем она занимается. И она сказала тоже, она же как бы художница и жена писателя и художника одесского. И она сказала, что она ходит на сетки и сказала, куда. И я подумала, что это хорошее, замечательное дело и тоже стала туда ходить. И вот уже я как на работу, как каждую неделю по несколько часов в день, как они теперь говорят, стою на сетках. Потому что там люди, как правило, не сидят, а стоят около такой большой рамы и на растянутую сетку навязывают маскировочные ленты в определенном порядке. Сетки – это не для маскировки зданий, это для маскировки что-то на поле? Сетки для маскировки самых разных фронтовых приспособлений, девайсов, оружия, окопов, людей, бытовых каких-то, армейских нужд, предметов, душевых кабинок и так далее, и так далее. У каждой сетки свое назначение. Цвет меняется в зависимости от времени года, в зависимости от рельефа, от ландшафта. мы заранее знаем, куда, зачем и какого цвета должны быть эти сетки, какого цвета ленты в них вплетать. И это по-своему очень творческое, очень интересное занятие. и наши девочки, ну, как девочки, они уже довольно зрелые женщины, как правило, хотя и ходят совсем еще девочки, они говорят, что если бы не это, они бы просто гораздо тяжелее перенесли зиму и эту войну, чем сейчас, что это им очень помогает, поддерживает и действительно поддерживает, потому что это коллектив, это взаимопомощь, это ощущение своей нужности, своей необходимости, какой-то пользы. Это очень много значит. Но мы работаем в помещении, которое не отапливается. Этой зимой мы знаем, что в Одессе была очень тяжелая зима, не было света и не было отопления во многих домах. Мы стояли на холоде, мы подкладывали под ноги картонки, чтобы не так мерзнуть. Мы работали в пальто, многие в перчатках. То есть это работа по-своему достаточно нелегкая и выматывающая, но я рада, что мы это делали. Вы не видели разрушенные здания. Были ли вы на службе около поврежденного собора или не помогли разбираться в завалы? Разбирать завалы я не помогала, потому что как раз были всякие срочные заказы на сетках, и я работала на сетках. На службе нет, поскольку я человек секулярный, я не религиозный человек, и разрушенный собор Московского патриархата это отдельная сложная и болезненная история, которая, наверное, ее должен рассказать кто-то, кто больше разбирается в этих проблемах церквей, в их взаимоотношениях. Московский патриархат не самая сейчас любимая желанная церковь в Украине. Но я видела разрушения в городе, они чудовищны, потому что это исторический центр города. Поврежден замечательный исторический памятник, это дом ученых, это старая усадьба с прекрасным двориком, с сохранившимися витражами до сих пор, которые погибли сейчас, с лепниной, с роялем, на котором играл Ференс Лист во время, когда он приезжал в Одессу, Рояль погиб. Значит, весь центр исторический города пострадал именно тот, который находится под защитой ЮНЕСКО, под эгидой ЮНЕСКО. Он от этих обстрелов пострадал. И, конечно, это огромная трагедия, и, опять же, я просто восхищена одесситами, которые стали на разбор руин. Практически вся Одесса встала для того, чтобы как-то убрать эти чудовищные разрушения. И, в принципе, я горжусь тем, что я здесь, и я горжусь украинцами, и вот эта сплоченность украинцев, которую они проявляют перед лицом агрессии, она достойна самого огромного восхищения. Я слышала, что исторический центр пострадал из-за того, что он близкий к порту. Это так? Я не знаю, потому что ни мы, ни кто из нас не может сказать, куда конкретно целили российские ракеты. Дело в том, что, да, там рядом порт, и, возможно, эти ракеты целили в порт и по некоторой ошибке попали в жилые здания. Как будто целить в порт это можно и допустимо. Цель в жилые здания, а нет, а в порт, пожалуйста, стреляйте. И то, и то, это чудовищный абсурд, это мирный порт, это морской город, это торговый город, это порт, который не военный, не предназначен для военных операций. И целится в него такое же преступление, как целится в жилые здания. Естественно, что собор, который пострадал, это прямое попадание, и никакой ошибки здесь быть не может. И по какой сложной и непонятной причине собор московского патриархата поражен российской ракетой, я понять не могу. Но логику россиян, которые затеяли эту войну кровавую, братоубийственную, бессмысленную, я тоже понять не могу. Я не берусь понять их логику. Изменилось ли настроение за последнюю неделю в Одессе? Я думаю, что оно изменилось. И изменилось оно очень многих людей, которые достаточно снисходительно до сих пор относились к русскому миру, потому что Одесса в значительной своей части город русскоговорящий и не просто русскоговорящий, а опирающийся не на русскую, а на советскую культуру, на историю культуры, на советскую культуру. И сделавши эту советскую культуру до какой-то степени частью своей культурной истории. Это Ильфа Петров, это Катаев Валентин, это Маяковский, который сюда приезжал и написал здесь поэму «Облако в штанах». Значит, это Эдуард Багрицкий, который отсюда вышел и стал известным поэтом и так далее, и так далее. Одесситы, видимо, сейчас относятся к этой общей истории совсем не так лояльно, как они относились до начала агрессии, до начала открытой фазы войны и до, естественно, этих обстрелов. Я думаю, что количество людей, которые доброжелательно относились к русскому языку, русскому миру и прочим вещам, оно резко уменьшилось. Одесса – это столица юмора еще со времен Советского Союза и даже раньше. А сейчас люди продолжают шутить? Помогают ли им юмор? Конечно, помогают, но это уже не тот одесский юмор, который мы все знали и любили, такой как бы хохмаческий, такой сытый, немножко такой самодовольный. Сейчас в Украине вообще очень любят шутить, очень на все как бы опасности отвечают еще и юмором, какими-то мемами сетевыми, какими-то коллажами, какими-то шутками, какими-то анекдотами. И это совершенно естественное свойство для людей, находящихся в ситуации постоянной опасности и стресса. И Одесса здесь, честно говоря, с моей точки зрения, сейчас ничем не отличается от любых других городов Украины, поскольку она ничем не отличается ни как жертва обстрела, ни как город, который страдал от русского оружия. Мы все в одинаковом положении, мы все одинаково шутим, мы все друг друга понимаем, у нас у всех общий язык, и Одесса в этом смысле как бы постепенно становится просто частью Украины, не каким-то особым городом, как она всегда была, Дах, Одесса, жемчужина, море, все такое, а просто работающей частью Украины, одной из работающих частей страны, которая противостоит агрессии. Я надеюсь, что это не значит, что шуток меньше становится. Не знаю, мне трудно сказать. Мне кажется, что это другие немножко шутки, это другой юмор, это очень горький, грустный юмор, и я не слышала последнее время, чтобы кто-то шутил в маршрутках, в трамвае, да, этого нет, потому что все люди напряжены, все люди пережили очень тяжелую зиму, у всех или у многих воюют родственники, у части, людей близкие уехали за границу Украины, да, потому что спасались от войны, и ситуация отнюдь не для смеха, да, но какая-то разрядка, какой-то юмор нужна, и поэтому люди шутят, но я говорю, что это чуть-чуть другие шутки, Одесса делается другой, да, Одесса делается более серьезной. В нашем представлении Одесса это такой вот джавиальный город, который все время шутит, который все время хохмит, какие-то скетчи, какие-то, да, выступления на сцене какие-то. Одесса это морской порт, Одесса это морской форпост, Одесса это один из крупнейших городов Украины, и давайте ее так и рассматривать, да, значит, а знаменитый одесский юмор, это очень грустный юмор, который проявляется, как правило, в ситуациях прессинга, да, когда был Советский Союз, юмор тоже был один из способов защиты, который постепенно стал брендом, так вот, от этого бренда надо, с моей точки зрения отказываться, Одесса серьезный, большой город, мощный, я надеюсь, что будет одним из мощнейших культурных центров Украины, и мощнейших из индустриальных центров Украины, да, и очень важный для Украины, и юмор здесь далеко не самое главное, что характеризует Одессу, мужество, да, стойкость, да, способность сопротивляться, да, способность порождать культурную продукцию, да, в Одессе выставки, в Одессе Украинский театр имени Василька, сейчас один из лучших, лучший театр в городе, наверное, в Одессе прекрасные художники, в Одессе замечательные вернисажи проходят, вот, наверное, на это надо обращать часть внимания, а не на одесский юмор, это серьезный город, серьезный, большой, хороший город. Вы не сожалеете, что покинули Россию накануне войны, и живете сейчас в опасности? Каждое утро, когда я просыпаюсь, я просто счастлива, что я живу здесь и просыпаюсь здесь, потому что, когда мы с мужем уезжали, я в отличие от многих, я, наверное, это уже говорила и не раз, я знала, что война, скорее всего, будет, я представляла себя, видела эту милитаризацию, видела это постепенное безумие, в которое Россия вползала, я видела эту милитаристскую истерику, и я понимала, что эта истерика должна чем-то разрешиться, и поскольку я занималась с трешевой фантастикой, которая описывала войну, призывала войну, восхищалась войной, то я понимала, что война будет. Мария имеет в виду, что исследовала треш-фантастику как литературный жанр, а не писала такие произведения сама. И мы с мужем очень спешили, чтобы как бы вернуться сюда и оказаться по эту сторону границы. И я до сих пор счастлива, что я здесь. Никакая опасность по сравнению с тем, что я могла бы сейчас испытывать в России, она как бы несравнима с этим. Психологически несравнима, физически несравнима. И поэтому я до сих пор не устаю радоваться и благодарить судьбу, что в свое время мы приняли это решение. А у вас остались друзья в России, коллеги? Вы с кем-то общаетесь сейчас? Да, мы общаемся по Фейсбуку. Я читаю регулярно посты, статусы людей, которые там остались. Там осталось очень много хороших людей, которые мучаются сейчас с чувством вины, совестью. Хотя не они, конечно, виноваты, но хорошие люди всегда мучаются больше, чем плохие. Да, мы знаем это. Переживают больше, считают себя больше виноватыми. Они продолжают как могут работать. Очень многие уехали. Не помогать убийце, отказаться помогать убийце, это достойно восхищения. И я думаю, что да, я поддерживаю отношения. Мне пришлось с очень немногими моими друзьями прекратить общение из-за того, что они как бы сошли с ума на почве милитаризации. Почти ни с кем. Все, кого я любила и уважала, все остались приличными людьми. Но, конечно, им там тяжело, нелегко, и они не могут говорить в полный голос, что есть, то есть. Вы сейчас что-нибудь пишите или хотите написаться о последних полтора годах вашей жизни и войне? это то, что происходит, это даст вам воодушевление для фантастика? Фантастику, к сожалению или к счастью, нет, потому что события, которые сейчас происходят, они настолько для 21 века, который мы считали вполне цивилизованным, настолько неадекватны из страны, что любая фантастика по сравнению с этим кажется, но абсолютно нерелевантны. А я писала что-то вроде дневника в художественной форме, который я вела весь этот год с начала войны. Он вышел, он вышел в Израиль в издательстве Михаила Гринберга на русском языке. И мне кажется, что сейчас очень важно именно фиксировать то, что происходит, потому что вот эта материя фактов, она очень быстро исчезает, время очень быстро одно сменяется другим. Одни новости вытесняют другие, одни события вытесняют другие. И мы начинаем забывать именно реалии, именно мелкие подробности, именно факты. И поэтому я старалась эти факты как-то зафиксировать, чтобы они остались. Потому что мемы, шутки, диалоги, разговоры в транспорте, какие-то микронавеллы, какие-то рассказы моих коллег на сетках там очень много беженцев из Херсона, из Новой Коковки, из оккупированных регионов. Вот это все я записывала, и вот оно сейчас все вышло в форме книжки. Эта книжка называется «Возле войны», потому что я не считаю, что мы находимся в центре войны, но в современной войне нет тыла. В современной войне все мы находимся в опасности. Те, кто на фронте, о них я не говорю, но тыла, безопасных мест в современной войне нет. Но это возле войны тем не менее. Последнее я хотела спросить, вы сказали, что вы записали в дневнике какие-то фразы или какие-то шутки, которые вы услышали где-то на трамвае, или я не знаю, у ваших волонтеров, с которыми вы вместе плетете. Может быть, что-то особенно осталось в голове, с чем можно закончиться? Ну, вы знаете, мне очень трудно сказать на эту тему что-то, потому что большая часть шуток и мемов, которые продуцировала первая часть, первый этап войны, они были абсценные, они были матерные. Это реакция очень фразы про русский военный корабль, и она по-всякому интерпретировалась везде. То есть большая часть шуток первых, их нельзя в приличном обществе наверное пересказывать. Вот, поэтому сказать мне это трудно, но были очень интересные скажем постеры, это не были шутки, это постеры военных времен, например, когда нигде не было света, то кофешопы, на них висели такие большие таблички, где было написано приходите, у нас есть свет, или заходите в наш торговый центр, у нас есть бомбоубежище. Вот это вот такие типичные совершенно признаки войны, которые в мирное время вообще кажутся дикими, а тут они нормальные, тут само собой разумеется. Например, там висит в магазинчике табличка, что через одного, ну я не знаю как сказать культурно, это слово все одесситы знают, через одного такого-то, из-за одного такого-то, такого-то мы вынуждены закрыться, но как только значит он помрет, мы откроемся и устроим вечеринку шампански. Значит, это табличка на модном бутике висит, то есть вот такие вот вещи, да, это такая форма сопротивления тоже, замечательная. Мария, огромное спасибо, что вы с нами говорили сегодня, берегите себя и вашего мужа и надеюсь, что будем говорить еще раз в мирное время. Вы слушали подкаст «Что это было?» Его можно найти на нашем сайте, в соцсетях, в Apple подкастах, на других платформах, в том числе и на YouTube. Подписывайтесь на нас, оставляйте оценки, ставьте лайки и комментируйте, так о нашем подкасте узнаете еще больше слушателей. Меня зовут Джесси Кейна, всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова